Ранее в нашей стране не было предприятия подобного этому, возводимому в Щелкове сборочному производству космических аппаратов. Здесь под одной крышей будут проходить и сборка и испытания спутников. Объект уникален и возможность наблюдать за этапами его возведения тоже уникально. Идет устройство реверберационной акустической камеры. На кадрах установка ее ворот. Чтобы осуществить их монтаж, потребовалась определенная техника. На площадке задействованы сразу два строительных крана. Грузоподъемность одного из них 300 тонн. Кран поднял воздух бетонную. В металлическом корпусе многотонную створку ворот. И это первый этап монтажа. Процесс небыстрый, трудоемкий, требующий высокой точности в действиях. А вот и вторая часть конструкции. Чем-то она напоминает створку от шкафа-купе. Только размеры гораздо внушительней. Вес одной такой створки после заливки бетоном составил более 50 тонн. Имеются необходимые комплектующие двигатели мощностью 25 тысяч ватт на каждую створку, колеса, замки и направляющие. Сама же акустическая камера предназначена для проведения автоматизированных акустических испытаний космических аппаратов равномерным звуковым полем. Специальное оборудование способно генерировать шум до 153 дБ. Диапазон частот от 25 до 10 тысяч Гц. Звук, создаваемый при запуске ракеты-носителя, настолько интенсивный, что способен вывести спутник из строя. Поэтому устойчивость космических аппаратов к шуму проверяется на этапе испытаний. Объем камеры более 950 кубических метров. После монтажа ворот последует ряд других важных работ ее устройства. Установки систем генерации шума, генерации газа, управления, выпуска воздуха, вентиляции глушителей. Анна Балиет, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.